здравствуйте эта программа открытый диалог и сегодня она будет посвящена образованию потому что дети это наше все и от того чему они учатся как они учатся и кто их учит зависит мне кажется очень много и только для них самих но и для семьи для их будущего поэтому мы пригласили сразу двух замечательных представителей гимназии номер 16 интерес городского круга любит это не просто представители а во-первых это кандидат наук почетный работник общего образования российской федерации победитель муниципального конкурса лучше по профессии так далее и тому подобное ирина валерьевна снегирева а также свеже как свежеиспеченная до победительница конкурса губернатора московской области лучших учителей московской области наталья георгиевна желнирова учитель начальной класса в этой замечательной гимназии которую мы уже с вами знаем бывали у нас гостях а лете говорили но лето как известно прогремела прошумела вот давайте тогда мы наверно начнем с вообще и вали на участие в конкурсах это обязаловка какая-то или это ну привилегия здравствуйте нет конечно участие в конкурсах это безусловно не обязаловка это привилегия учителя и самое главное что учитель к этому приходит всем своим профессиональным развитием то есть это такая высшая стадия опыта когда ты уже можешь поделиться хочется что-то обобщить и что-то и чем-то поделиться и тогда учитель участвует в конкурсе ну тогда давайте узнаем о самом свеженьком вот этом конкурсе наталья георгиевна вот вы в нем участвовали что входило в конкурс вообще но я так понимаю что есть учитель года у нас такие глобальные да и всегда возникает вопрос что из огромного действительно огромного количества учителей в каком на конкретном регионе вдруг ты становишься победителем что нужно было такое сделать чтобы победить московскую область чем вы вызвали такой успех самая главная идея этого конкурса заключается в том что учитель должен но иметь методическую разработку и не просто и и имеет но в этой разработке я должна ну обобщить свой опыт работы и транслировать педагогическому сообществу за кадр своей работы ваш некий опыт который отличается от всего остального и он ваш непосредственно который вы сами с помощью методических всевозможных ну скажем их подходов выстроили так работу как вы ее быстро она понравилась выстроила в условиях работы в гимназии 16 интерес поскольку у нас гимназии созданы но очень комфортные условия для повышения профессионального роста методической грамотности учителей и но имея уже определенный опыт работы и когда ты начинаешь работать внутрь я начала работать в гимназии и когда в меня еще много чего вложили у нас же многое обучение интересного и общение и приходится работать над самообразованием это постоянный процесс в общем-то и ты понимаешь что действительно ты достигаешь какого-то нового уровня много знаний да можно все это обобщить показать представить вот а фактически но как вот в вузе да у нас там элемент такой научная работа когда ты по сути да на конкретных примерах да можешь выстроить и вдруг это выстреливает и потом кстати еще очень немаловажно когда вот многие спрашивают вот ты там учишь или преподаешь столько лет ну раз знаешь если неужели тебе не надоело не надоедает потому что человек меняет методику он получает обратную связь от этого ученикам хорошо и так далее но и тут естественно не вален я наверняка этот вопрос задавал его всегда задаю потому что до сих пор люди когда начинается выбор куда пойти повести ребенка у него есть сегодня школа лицей гимназия красивые такие названия кто-то говорит пойдем в простую школу а что простая школа а что гимназия не простая школа вот чем на сегодняшний день ваше учебное заведение отличается как вы считаете от ну среднестатистической российской школы вот в этом году нашей гимназии 10 лет то есть у нас тоже на юбилейный год да да когда мы начинались когда мы создавались 2012 году мы безусловно думали о том что школа должна иметь не просто номер 16 мы должны иметь свое свое лицо которое мы готовы выразить своим названием и вот тем той частью коллектива которая стояла у истоков гимназии как раз и возникла вот эта идея назвать школу гимназии интерес потому что самое основное это интерес ребенка к процессу обучения то есть ребенку должно быть интересно учиться вот сам процесс вот часто у детей спрашивают учеба это труд да труд но он он интересный и для учителей новых учителей которые к нам приходят в гимназию первый самый семинар который мы для них проводим проводить обязательно вот наталья георгина сказала что мы все время обучаем учителей держите вот самый первый семинар для вновь прибывших учителей и для молодых специалистов это о том как мотивировать ребенка вот сначала надо ребенка мотивировать к обучению а только потом его можно грузить знаниями хорошо мы еще вернемся к к ребенкам скажем так извините к детям почему потому что яга об этом так говорю потому что конечно нужно уметь совмещать и обучение и игровой какой-то формат и развлекательный и отдыхательный какой угодно но непосредственно вот наталья георгиевна вот вы методика ваша победила за счет чего потому что она больше повернута именно к ребенку потому что зачастую как но советских времен спускали что-то до сих пор наверняка спускают и не все можно сразу же превратить ну в практическую жизнь иногда это выглядит какими-то жесткими указаниями ты думаешь как это все превратить в реальность чтобы не навредить да и наоборот дать этому правильный ход вот как бы договариваетесь с ними с детьми я имею ввиду как вам удается ну как удается во первых надо любить свою профессию любить детей потому что если ты не любишь детей и то чем ты занимаешься не это чувствует они это чувствуют и не получается той обратной связи этого результата в общем-то ну которому ты стремишься вот получается поэтому наверное и результат это получается и у детей дети ведь тоже нас радует потом своими результатами одно время но мы их очень много вкладываем в них да не все хотят каждый из нас может вспомнить себя мало того человек может хотеть у него может быть вот сегодня в этот день он не хочет вдруг у него плохое настроение это же тоже нужно почувствовать когда что называется может быть не надо сильно давить или может быть там даже отпустить куда так чтобы никто уже не видел но про каждого ребенка вы должны что-то понимать знать и чем она же кроме уроков посмотрите если занятия по внеурочной деятельности они проходят совсем другом формате много воспитательных мероприятий те же экскурсии тоже проектная деятельность кружки мужика хорошо мы же полный день все рассказано уже полный день здесь находимся и практически но если ребенок не хочет сегодня на уроке не раскрылся он там где-нибудь все равно я его вижу я его вижу я его задействую мультики мы делаем театральные постановки кто-то поет тут рисует то-то спортсмену то есть все равно учитель держит руку на пульсе видит и мы их максимально задействуем они у нас раскрываются они светятся как звезды приходить или еще чуть не поделать но к сожалению у нас немножко другая жизнь но вернемся к вопросу о который вот ирина валерьевна тоже подняла учителя мы понимаем что это знаете как вот медицина и учительский скажем так человеческий фактор это все-таки миграционная такая история люди меняют место жительства уезжают либо иногда но не справляются уходят и что-то мешает жизни насколько трудно сейчас собрать такой педагогический коллектив который вот готов ну жить что называется этой жизнью и даже иногда к этим детям относиться с большей отдачи чем к своим собственным сложный вопрос сложный очень сложный отвечая на этот вопрос я даже я даже не знаю как сказать да это трудно собрать не просто учителей а собрать единомышленников собрать тех учителей кто разделяет нашу концепцию нашу позицию собрать тех учителей кто как говорит наталья герна любят этих детей и готов их чувствовать то есть самое главное чтобы ребенок был успешен он может быть успешен на уроке математики а может быть успешен во время внеурочной деятельности когда когда они там на уроке мультик на делают но где-то ребенок должен быть успешен а почувствовал вот этот вот вкус успеха ребенок захочет обязательно так устроен так устроен человек это психология если ребенок хоть раз почувствовал что такое быть успешным он будет стремиться быть успешным и в другом месте это есть мотивация это и есть мотивация безусловно поэтому у нас большое количество внеурочных занятий дополнительных занятий консультаций кружков помимо уроков действительно он экскурсий вот за прошлый учебный год наши педагоги выезжали с детьми на экскурсии 312 раз по моему почти каждый день что ну а почти каждый день бывало что в день просто сразу несколько несколько классов то есть это тоже нужно потому что ребенок должен выходить за рамки его класса за рамки школы и даже те занятия которые проходят в рамках класса должны трансформировать этот класс то есть мы уже давно но стараемся во всяком случае уходить от проведения урока когда дети сидят затылок друг другу ну группа индивидуальный подход получается да более-менее коллективные и одновременно индивидуальные можно так сказать психологи говорят что наиболее эффективным является обучение в кругу сверстников поэтому групповые формы работы как на уроке так и вне урока они наиболее востребованы и просите что я возвернул вот где берете таких преподавателей я так понимаю что отсев серьезный судя по слову семинара и безусловно дать так откровенно поговорим я сам работу преподаю в мпг у это как бы главное такая педагогическая мерка как говорится есть проблемы с обучением молодых специалистов которые есть а чего не хватает практики про то есть присо приходят они такие все готовы в лучшем случае молодой специалист приходят хорошо подготовленные теоретически это в самом лучшем случае но в худшем случае он и теорию не знает даже так но если молодой специалист готов учиться причем я на каждом собеседовании с педагогом всегда я его провожу очень долго больше часа на каждого претендента трачу чтобы с ним побеседовать и если учитель готов трудиться с утра и до вечера то он наш тогда он наш потому что принципе у нас работать им очень интересно любой учитель который приходит к нам он безусловно растет растет над собой растет на ту самое главное над собой наверное ну то есть можно сказать что все таки ну чтобы не подумали что муж прям такую эту рекламу делать что разные бывают варианты образования сейчас разные подходы они все имеют право на существование но главное чтобы дети были довольны то есть есть некие передовые методики до которые вот выигрывают у нас конкурсы которые позволяют и прийти к вам потому что слышат у есть такая гимназия пойду-ка я попробую потому что там у них и рост будет но и наверное это как-то на денежки потом скажется то есть и мне хорошо и я если что-то привнесут тоже мы рассматриваем людей которые действительно хотят своей профессии чего-то добиться то есть вы даете такую возможность им развиваться мы даем такую возможность но это очень трудно то есть безусловно от нас учителя уходят у нас тоже есть текучка во-первых потому что тяжело то есть можно же пойти в другую школу и за ту же зарплату работать гораздо проще но кроме того у нас конкурент есть это столица понятно я сделаю небольшую паузу напомню что говорим мы на тему школы и тема как бы около школьная потому что все мы были в школе все понимают что кому его персональная школа дала а тем более что речь идет не о школе а об известной городском округлиберцы гимназии номер 16 с простым но таким важным названием интерес продолжим через несколько минут напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях кандидат наук почетный работник общего образования российской федерации директор гимназии номер 16 интерес городского округа люберцы как говорят в таких случаях лауреат разных учительских конкурсов и ирина валерьевна снегирёва безусловно представляет свой большой коллектив такая флагманская как говорят школа городском округе люберцы кстати вошла в топ до 100 школ московской области в этом году вошли в топ-5 или правильнее сказать в топ-4 топ-4 так что топ-100 даже отдыхают вот но 4 это значит еще надо чуть-чуть еще пару наших эфиров и будет первое место и наталья георгиевна желнирова учитель начальных классов гимназии номер 16 интерес городского округа люберцы напомню что недавно наталья георгиевна победила в конкурсе губернатора лучших учителей преподавателей московской области вот кстати наталья георгиевна вы посмотрели же на своих коллег на самые лучшие были что-то у кого-то там подукрали для себя и они у вас что-нибудь подукрали какую-нибудь методику нас не было возможности общаться да дело в том что нас оценивали это по материалам которые мы предоставляли то есть индивидуальный такой подход да индивидуальный подход и мы не знаем членов комиссии не видели их а вы верили то что победить конечно было уже очень интересно преодолеть вот это испытание и я надеялась сколько было претендентов достаточно много по московской области но исходя из топ-100 которые существуют московской области то можно представить что есть еще те кто не попадает в 100 правильно хорошо возвращаемся к разговору все-таки 5 октября день учителя понятно что в этот день поздравляют там цветы дарят может быть приходит кстати приходят ли к вам выпускники конечно так те говорят спасибо говорят 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 спасибо рассказывают о том какую роль сыграла школа в их поступлении рассказывают насколько им интересно и легко или тяжело учиться в институте нас очень многие ребята поступают в медицинские вузы поскольку есть медицинский профильный класс и все те институты в которые надо сдавать химию биологию они наши практически вами но ребят что подступают на бюджет и успешно рассказывают как тяжело там учиться но при этом все кто возвращается но действительно говорят о том что как хорошо что мы в школе делали проекты как хорошо что мы занимались про исследовательской работой мы понимаем что такое как сформулировать как построить как там доказывать и опровергать гипотезы ну то есть быть самостоятельными потому что я же помню прекрасно советское время все-таки как-то был такой принцип вот отличники если ты чуть-чуть перед не отличник сразу стал то тебя вроде как уже и особо то и не замечают ну так ведут и ведут никто не дает тебе возможности ну вдруг как птица возрасти все зависит от тебя твоего желания от учителей конечно тех проблем которые существуют но вот вы сказали проектная деятельность я так понимаю что у вас уже такой методика которая культивируется уже на высшем уровне на высших учебных заведениях потому что там проектная работа работа в команде индивидуальные проекты да то есть вы уже изначально как бы с ними в этом плане с начальной школы вот у меня третий класс уже есть призера всероссийской научно-практической конференции которая проходит в красково у нас ежегодно и но очень приятно что наши проекты достойные первое место второе место в прошлом году дети эти были второклассники и они на одной секции выступали с ребятами которые восьмом классе учиться в девятом то есть достойно и нам очень приятно что наш труд он не напрасен что его тоже ценят и это самое главное пользу детям приносит ну я думаю что да если ты в третьем классе уже почувствовал себя каким-то победителем это кстати очень может серьезно на жизнь конечно вот тут еще такой сегодня 10 наших ребят поехали в политехнический институт защищать своим проект своей работы причем они прошли предзащиту их отобрали отбирали их вузовские преподаватели и вот они сегодня будут участвовать в институтской научно-практической конференции вместе со студентами а и что им это даст если они защит как как какой-то привилегию при поступлении или просто но это ребят портфолио такое это ребята разного возраста этой восьмой класс и десятый класс я думаю что для одиннадцатиклассников это важно потому что их заметили а для всех остальных это конечно опыт 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 ну и вот такой возникает вопрос ирина валенна вам его адресую потому что мы как-то преподаватели высшей школы видим это да они же приходят после школы ну большинство скажем так вот есть такое ощущение что где-то на мой взгляд опять же это не всегда происходит людям всегда хочется какого-то человеческого отношения чувствительность человека она не меняется до радость горе ненависть жалость я не знаю там благородство и прочие поступки к чему я веду вот есть иногда ощущение что технологически вроде все правильно но человек подготовлен он готов работать там индивидуально в команде зачастую индивидуально потому что не хочет работать в команде ему лучше самому делать чтобы за себя нести ответственность делать вроде бы все правильно но есть ощущение что не дали в школе элемента воспитания то есть когда ты не только можешь технологически это сделать но и наполнить это человеческим смыслом что гораздо иногда важнее бывает вот можно ли сказать что есть такие пробелы сегодня когда преподавать от преподавателя от учителя зависит сможет ли он не только быть наставником педагогом но и воспитателю ну скажем так за время без времени мы безусловно потеряли то что создавалось то есть у нас нет больше не пионерской не комсомольской организации которые раскрылась и воспитывали и но тем не менее значит благодаря инициативе президента сейчас действительно возрождаются детские и юношеские движения это и вот в начальной школе армята армята россии наступили да вот в старшей в средней школе это российское движение детей и молодежи это ну в основе этих общественных объединений безусловно лежит вот то что было лучше в те времена в советской школе конечно здесь нет той идеологии то есть вот то чего что было лишним скажем так но сейчас делаются попытки это все возродить то есть человеческого добавить возродить гораздо сложнее чем построить но каждой неделе теперь начинается с поднятия флага россии и исполнение гимна и вы знаете интересно что ребята относятся к этому исключительно серьезно вот это же надо прийти в школу заранее это же надо то есть день понедельника вы дополнительная история начинается раньше это дополнительная обязанность и и все это делают потом но такой курс как разговор о важном который проводится с первого класса и по 11 класс и но это то что помогает нам сейчас воспитывать детей хотя безусловно самый главный воспитатель в школе это учитель и принцип делай как я но он в общем наверное самый главный его никто не отменял ну и тут тогда мы еще наталье георгиевне задаем вопрос потому что ну и фильмы сейчас бывают разные кстати в советское время были знаменитые фильмы про учителей с разным так сказать направлением но всегда есть такое ощущение что дети аж они разные бывают и не все из них то есть много ершистых много современных как бы мы сказали которых но нужно хорошем смысле слова каким-то образом заинтересовать вот как вы находите контакт они же разные у каждого свой у каждого ребенка свой характер и свое отношение у каждого и выбор свой сегодня мы может там в первом классе одно нравится чуть постарше у нее другое а после школы 3 и потом мы же живем в социуме как ни крути в гимназии что-то хорошее может узнать загиб пределами гимназии что-то не очень хорошее ну как находим контакт но во первых по возрасту я же уже наверно бабушка своим ученикам ну кто ну получается вы знаете такое трепетное отношение к ним что они наверное чувствуют потом разговариваю все время я тихо как бы стараюсь на повышенных тонах и не получается собственно говоря не слушаю принеси мне учебник да и они вот прислушиваются что жена там говорит то такое вот а потом оказывается что всем все слышно все понятно но конечно да есть дети с которыми очень сложно с первого класса но стараешься где-то как-то нет не акцентировать внимание на то что там выбивается допустим в поведении что что-то говорить не так с родителями приходится много тоже работать начальной школе это в первую очередь работа с родителями потому что если с родителями у нас взаимопонимание если мы видим проблему да то тогда выравниваются у нас эти дети выстраиваются взаимоотношения и в общем то у ребенка все получается и в коллективе и во взаимоотношениях с учителем и в общем то проблем и нет ну а если контакта с родителями не получается если родители не слышат учителя конечно здесь уже проблематично тогда приходится до обращаться к помощи психолога социального педагога кстати хорошую тему вы затронули недавно тоже со своими студентами разговаривал слова психолог но раньше она всегда же была до психолог но раньше это казалось уже какой-то человек сам после 40 лет какие-то проблемы вот в семье или еще что-то и вот он идет к психологу это это не было принято да то есть как то все решали какими-то другими способами не всегда к сожалению правильными сегодня мы слышим что дети все время говорят слова психолог такое ощущение что как только какая-то проблема сразу психологу что настолько все сложно что без психолога мы не можем уже существовать в детском возрасте у нас крайнем случае в начальной школе допустим и так вот не можем прям так по каждому поводу обращаться к психологу мы конечно здесь у себя в классе все в коллективе решаем все что у нас происходит все ситуации разбираем но просто вот есть такое ощущение это же человек который помогает другому человеку понять себя да вот самое главное в школе его не было и как-то этого достаточно было учителя чтобы было понятно и родителей психолог это все-таки помощник помощь безусловно я снова возвращаюсь к тому что все зависит от учителя вот все равно самый первый и самый близкий человек который в школе может решить любые проблемы ребенка это учитель безусловно нужна поддержка родителей потому что если если мы вот родителей учитель если мы смотрим в одну сторону то толк будет он безусловно будет приходите к нам еще с вами интересно всего доброго до свидания спасибо большое хочется всех педагогов поздравить наступающим днем учителя днем дошкольного работника пожелать всем конечно же творчество терпения успехов и большой любви к своей профессии и чтобы ученики все время возвращались и рассказывали обо своих успехах это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания а и